Техник стерилизации медицинского оборудования. Я теперь получил полноценный сертификат и я прошел 400 часов практики. Сегодня выпуск будет об этом. Я давно к нему готовился и не мог ничего рассказать. Во-первых, я не хотел сглазить. Во-вторых, я до этого еще не прошел 400 часов практики. HSPA еще не приняли мою практику, то есть 400 часов. На работе это подписывают. Когда они проверяют, что вы действительно прошли все это, то вам уже пишут электронное письмо. Камерлэйшнс, вы прошли и вы теперь получаете фулл сертификат. А теперь все по порядку. Техник стерилизации медицинского оборудования, стирайл технишн. Это такая работа, я не знаю, как в России она называется. Когда вы чистите и стерилизуете медицинские инструменты или лоу-левел деконтаминейшн перед операциями. То есть различные медицинские инструменты, в том числе и руки роботов, в США, например, используют робототехнику в операциях. Нужно чистить. Очень много оборудования дорогостоящего применяется. Хорошие медицинские инструменты, они очень дорогие. И они многоразовые. И для того, чтобы человек был без последствий на этом этапе, чтобы операция прошла, медицинские инструменты должны быть стерильными. Оказывается, некоторые думали, что медицинские инструменты просто моют под краном и в какой-то шкафчик типа микроволновки помещают, и все, вот они чистенькие. На самом деле это не так. Это огромный просто процесс. И делается это во много этапов. И я тот человек, который знает этот процесс, как стерилизовать медицинские инструменты, и который получает за это денежку. Для начала я прошел курсы. Стоили они чуть больше тысячи долларов. Курсы на английском языке. Где-то в Нью-Йорке я слышал, есть курсы на русском языке. Цена варьируется плюс-минус. Я подозреваю, что эти школы как-то друг за другом следят. И, ну, в общем, чуть больше тысячи, я не помню, честно говоря. Курсы длились с сентября по ноябрь. На английском языке по вечерам онлайн. Три дня в неделю. Мой уровень языка уже повысился от начала курсов. И когда было окончание курсов, у меня уровень языка уже стал совершенно другим. Разумеется, вы слышите много вещей. Вы начинаете все это понимать. Многие вещи вы на английском языке. Если вы не были до этого в медицине, не работали, для вас будут новенькие, и вам будет легче учиться. Потому что вы на русском языке эти термины тоже не знаете, например. Та же decontamination. Я многие вещи по своей работе вообще не представляю, как это будет на русском языке. В общем, курсы я прошел. Эти курсы не обязательны. Вы можете пойти на экзамен самостоятельно подготовившись, посмотрев все ролики в интернете. Но мне очень понравилось именно после курсов. Я ролики в интернете тоже смотрел. Потому что преподаватель у нас, она действительно работает в этой сфере. Она сама все это прекрасно знает, как это делается. И она отвечает на все вопросы. И у нас есть вот запчат. Я ничего не рекламирую. Поэтому я ничего не буду называть, какая-то школа. Они мне не заплатили. Поэтому смотрите. В общем, я очень рад, что я пошел на эти курсы, потому что преподаватель давал очень много хороших советов. И когда я пошел на экзамен, я был в шоке, потому что я не сдал. Для меня было это очень сложно. У меня английский на среднем уровне. Экзамен стоил 100 с чем-то долларов. То есть вы платите на сайте HSPA за экзамен. Вам предлагают даты. Вы выбираете и идете. Три с лишним часа идет экзамен. На сами вопросы вам дается три часа. Все на английском. И никто не может вам со стопроцентной гарантией дать вопросы. Они там могут меняться. Я первый раз не сдал. Но там, понимаете, там не выводятся ответы, где правильно, где неправильно. Я на самом деле не помню. Вам с собой нельзя ничего забирать. Вам нельзя с собой даже телефон держать. Вы все сдаете в шкафчике, там остаете. Вы когда на экзамене ходите в туалет, вы проходите, как в аэропорту, через металлодетектор. Вы когда проходите назад, у вас смотрят, чтобы в карманах ничего не появилось. Чтобы телефон вам никто там не подсунул. То есть все очень серьезно. Как будто вы собираетесь за границу улетать. Я посмотрел, что за вопросы. Очень хорошо подготовился. И со второго раза я сдал. Причем я разговаривал с другими людьми. Носители языка иногда сдают с третьего раза этот экзамен. Я сдал со второго. Я не хвастаюсь. Это просто так есть. И потом я приступил к поиску практики. 400 часов практики вам надо пройти. Это два с лишним месяца. Меньше трех. В общем, это точно. Вам, когда вы сдали этот экзамен, а у вас было две опции. Вы можете пройти 400 часов практики до экзамена и потом предоставить сертификат. И после экзамена получите полный сертификат. Или вы можете пройти 400 часов практики после экзамена. И когда вы пройдете практику, вы отправите туда документы, вы получите полный сертификат. То есть две опции. 400 часов практики до экзамена, но попробуйте еще найти эту работу. И 400 часов практики после экзамена. Тоже попробуйте еще найти эту работу. Здесь какая есть сложность. Очень многие люди идут волонтерами. Потому что работу с временным сертификатом найти трудно. Временный сертификат называется provisional сертификат. Я нашел, потому что я сразу себе ставил такую цель. Я на волонтерство не пойду, потому что мне нужно платить по счетам. Мне нужны деньги. Что уж греха таить. Я сразу себе ставил цель и найти оплачиваемую практику. Но у меня просто вариантов не было. Мне в колледже рассказывали интересную вещь, речь Арнольдом Шварценеггера. Никогда не имейте план B. Тогда вы сосредоточитесь только на плане A. Если у вас будет план B, вы на план A будете смотреть. Ну ладно, если не получится, у меня есть план B. А у меня не было плана B. Мне нужно было найти оплачиваемую практику. Мне нужны деньги, мне нужно платить по счетам. Я нашел эту практику. Как я это нашел? Я регистрировался вообще на всех сайтах рабочих. Вообще все, что можно придумать, я везде регистрировался. У меня есть резюме, у меня есть cover letter. Если интересно, напишите мне, и я вам расскажу про это. Резюме и cover letter. То есть cover letter – это такое краткое письмо с вашей реальной подписью. Что вы о себе рассказываете, как о специалисте. Это описание резюме вашего, грубо говоря. Само резюме работодатель может даже не читать. Оно может быть там на двух листах. Человек может не быть времени. Он может посмотреть cover letter, как вы себе представляете, что вы можете. Что вы там начирикали. И я всегда это тоже отправлял, cover letter. Люди это, я знаю, что не всегда делают. Я отправлял, в общем, на всевозможных сайтах вообще на все абсолютно ресурсы. Причем, вы знаете, настолько некоторые сайты долго отвечают, у них так много заявок, скажу по-другому, что мне ответы приходят даже сейчас, спустя уже почти 4 месяца, 3 с лишним месяца, как я уже работаю. Некоторые сайты отвечают только сейчас. То есть, получается, более 4 месяцев эти заявки висели на сайтах. Я не удивлюсь, если еще спустя полгода или год мне будут продолжать писать сайты, на которые я подавал заявки. То есть, регистрировался на всех сайтах, англоязычных, разумеется, все на английском языке. Я на русском языке пробовал подавать объявления, но реакция была. Потом я отправлял запросы во все компании, абсолютно, все, что можно было найти. Но если человек в компании писал только full certificate, опыт работы не менее двух лет, но, разумеется, я это не писал, потому что на многих сайтах вы даже не проходите. Вы не можете отправить эту заявку, если у вас нет двух лет опыта работы, если там есть такой запрос. Такое тоже бывает. И мне ответили. Я прошел собеседование. Сначала это было онлайн-собеседование. Хотели послушать, как я говорю по-английски. Я прошел это собеседование и поехал. Потом мне назначили уже живую встречу в департаменте. Я уже поехал. Было собеседование с руководителем. И он уже сказал, окей, мы вас принимаем. Я такой, ура! Счастливый. Поскакал. Работа у очень многих техников стерилизации начинается с 7 утра. Есть несколько графиков работы. С 7 до 3, как правило, в больницах. Рабочий день короче. Ну и начинается раньше. С 7 до 3, с 3 до... Вроде до 11, я не помню. Иногда бывает вечерний график. С 11, с 12 до скольки-то. Я на утреннем графике работаю с 7 утра. Но есть госпиталя, у которых, например, вакансии только с 3 часов дня до 11 примерно или ночные смены. Понимаете, когда у людей, например, нет выбора, то люди готовы, и им нужно подтвердить их сертификат. Обычно все выбирают 400 часов практики после сдачи экзамена уже, чтобы получить сертификат, хоть с какой-то бумажкой искать эту работу. Потому что если вы придете, скажете, я вот Вася такой красивый, возьмите меня. Я не знаю, конкуренция все-таки есть здесь. Понимаете, люди сдают экзамены и выпускаются постоянно по этой профессии. Нью-Йорк – это город с окромной конкуренцией. Нужно постоянно учиться профессионально расти. Язык все-таки здесь для этой профессии нужен, потому что экзамены вы задаете на английском языке. И когда вы ищете практику, то многие согласны на волонтерство. Я многих людей знаю, которые прошли эти 400 часов как волонтеры. Потому что работа интересная, работа людям нравится, и люди готовы эти два с половиной месяца примерно быть волонтерами. И надо сразу быть к этому готовым. Но еще раз повторюсь, я это знал. На крайний случай я был готов, но у меня не было другого варианта, я готов был искать. Мне дается, вам дается вообще полгода на то, чтобы этот временный сертификат подтвердить. Вы потом подаете документ, на сайте заявку можете оставить, там есть несколько путей, на этом сайте все написано. HSPA. Я не знаю, может быть есть какие-то другие сайты. Я только через этот сайт получал сертификацию. Я, правда говорю, не хочу вводить в заблуждение, я знаю только его, который сертифицирует, выдает сертификаты. То есть, челлендж тот еще. И когда вы пройдете 400 часов практики, то вы туда данные подаете работодателю, контактные данные. Не знаю, связываются или не связываются, но они проверяют данные, потому что это не моментальный ответ приходит. Там на сайте написано, мы проверим, все ли в порядке, если нужны какие-то дополнительные документы, мы с вами свяжемся. Прошло что-то около недели, они проверяли, меньше даже недели. И все, написали письмо мне, congratulations. Все, вы получаете full certificate. Эта работа подразумевает периодическую сертификацию раз в год. Вы будете платить членство на этом сайте. И за сертификацию тоже раз в год какая-то. Ну, сумма вполне себе реальная, не космическая. Не как новый iPhone, не переживайте. И не нужно что-то сумасшедшее делать, нужно проходить обучение. Я слышал, я еще ни разу не сдавал повторную сертификацию, а потом вам расскажу через год. Мне преподаватель рассказывал, что нужно проходить обучение и как-то подтверждать свои знания. Я не знаю, будет ли там тест, но если вы работаете по этой профессии, вы тест этот сдадите. Ничего страшного. Ну, как-то же вы сдали на этот сертификат экзамена. По зарплате. Зарплата, ну что грехоты. Я видел объявление от 18 в час даже. Я такие объявления видел. Я не буду говорить, что там огромные заработки. Но по данным разных сайтов, например, Селарис, есть какой-то сайт наподобие, мне в комментариях уже писали. Там что-то до 60 тысяч в год доходит, до вычета налогов. Ну, я так подозреваю, что это, наверное, руководители или какие-то там высокоуровневые. Потому что, например, есть еще сертификат эндоскопы. Не помню, как он называется. Это дополнительный экзамен, дополнительный сертификат. Как мне рассказывали, больше вероятности на эти работы, там говорят, больше платят. Я не проверял, зарплату не осмотрел. Но это другой сертификат и другая работа. Но здесь есть, где учиться и куда расти. Работа – это очень важная. Но, сами понимаете, инструменты вам приходят немытые. Вы будете их мыть. И, ну, понимаете, как они могут выглядеть. То есть, нужно быть очень аккуратным. Очень нужно соблюдать правила безопасности, правила асептики. Вы все это будете знать, все это будете учить. На работе еще 10 раз все об этом скажут. Но надо знать английский хотя бы на среднем уровне, чтобы хотя бы примерно понимать. Это ваша безопасность. Вы просто не сможете работать без знания английского языка. Без знания английского языка, даже среднего, вы не сдадите экзамен. Поэтому язык, язык, язык – это очень важно. Что сейчас я слышал происходит? Говорят, сейчас проблемы с поиском работы для людей. Очень много иммигрантов новеньких. И всем нужна работа, разумеется. Поэтому конкуренция сейчас возросла. Поэтому необходимо повышать свои навыки, расти над собой. Поэтому читаем, смотрим фильмы, сериалы, читаем книги. Мне очень нравится смотреть мои любимые видеоклипы с субтитрами. На английском, разумеется. Потом я беру в телефон и через переводчик прогоняю. Эти субтитры. Или прям текст перевожу и читаю одновременно. Очень хорошо помогает выучить язык. И практика. Когда вы будете общаться с американцами, вот как я сейчас. Я с утра до вечера общаюсь с американцами на работе. На американском английском. И у меня уровень языка улучшается, повышается. Сам собой. Разумеется, я во временах очень сильно путаюсь. Сколько их? 16 времен, что ли, в английском языке. Но она того стоит. Я не могу называть свою зарплату. Давайте будем честными. Работу тоже снимать нельзя. На работе в госпиталях запрещено показывать в соушиал-медиа любую информацию, которая может случайно как-то идентифицировать пациента. Это медицинская тайна. Это табу. Я даже не хочу знать, что будет, если это показать. Поэтому тоже не забывайте. Это на первом дне всегда всем говорят очень важно. Это называется... В России это вводный инструктаж, а здесь это orientation. То есть первый день это orientation. У нас orientation был очень хороший. Стол там был накрыт. Кофе очень хороший. Я такой кофе никогда не пил. Правда, очень вкусный. Я кофеман. Вот. В общем, учеба. Подведем итоги. Чуть больше тысячи стоило. Экзамен. 120 примерно. Там плюс-минус долларов. Повторный экзамен тоже. Столько же платите. 400 часов практики. Можете поискать до сертификата или до сдачи экзамена, или после сдачи экзамена. Я искал после сдачи экзамена. Ну, потому что я искал работу, чтобы хоть какую-то бумажку показывать, хотя бы временный сертификат. 400 часов практики – это примерно два с половиной месяца. Нужно быть готовым к тому, что, возможно, придется работать волонтером. Надо быть честным. Я нашел оплачиваемую практику. И после четырех часов практики вы уже получаете полноценный сертификат, который раз в год надо продлять. И главное, не забывайте, еще раз повторю, это английский язык. Да кто там? Ладно. Вот и все. И я теперь работаю в госпитале. Техник стерилизации медицинских инструментов. По-английски это стираю технишем. Вот такие дела. Я долго не рассказывал, потому что я еще не подтвердил 4 часов практики до этого. Все, мне уже сайт написал, и мой сертификат уже готовится, и его уже скоро или отправили, или отправят. Я жду его на почту. В любом случае, работодатель может вбить мои данные и проверить. Я у них в системе. Это самое главное. Я в системе. В американской системе. С американским сертификатом. Поэтому все, кто мне писал, Василий, да ты будешь максимум мыть посуду, или туалеты мыть. Это твой максимум. Я им ничего не говорил. Я улыбался, потому что я-то знаю, что я учусь. Я сейчас подтверждаю. У меня-то мозги есть. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Запоминайте это. Это в жизни очень важно. Себя не полюбите, вас никто не полюбит. Так и слушайте меня, как говорят на Брайтоне. Все, всем пока. С вами был Васек из Нью-Йорка. Субтитры сделал DimaTorzok